Добрый день! У вас в гостях программа «Один из нас». «Бани без пара, что щи без навара». Не случайно я эту поговорку вспомнил. За моей спиной – Владимирские бани. Я вам представляю нашего гостя сегодня – Володю. Как пришла идея открыть баню? Неужели не хватает бань в Торонто? Ну, в мой советский период я не всегда был банщиком. Я какое-то отношение все-таки имею к оздоровлению, к медицине. Я был замдиректором научно-исследовательского центра Первого медицинского института в Санкт-Петербурге. И идея оздоровления – это, так сказать, то, что я хотел бы пронести через всю свою жизнь. И испокон веков, многие тысячелетия, единственным доступным для населения врачом, врачевателем, целителем были бани. Другого не было. Исходя из этой идеи, в эмиграции уже родилась идея построить себе баньку с использованием инфракрасных нагревателей, которые, в частности, используются для вынашивания недоношенных детишек в инкубаторах. И вот такую баньку я себе построил. И в результате знакомые, приятели попробовали попариться в такой баньке, начали… Всем захотелось. Всем захотелось. Сделай нам, сделай нам. Так где-то примерно 10 лет назад начался этот бизнес. Очень многие любят такую влажную баню, типа стимрум, парилку. Это ближе к турецким баням. Чем она хороша? Температура там не может быть, в принципе, выше, чем 55 градусов. То есть мы держим температуру где-то 52, 53, 49 градусов – это рекомендация. Понятно. Это классическая турецкая баня. Это классическая турецкая баня. То есть это мокрый пар, это взвесь мокрого пара. Она интересна по своим, скажем так… То есть каждый человек может использовать любую баню в определенных ситуациях жизненных. То есть, допустим, если у вас простуда, болит горло, начинаете… Значит, нужна ингаляция. Турецкая баня. Самая лучшая – это турецкая, мокрая, вот эта вот стим-сауна. Следующий тип бани – это высокотемпературная сухая баня. В сухой бане, в сухой парилке, в сухой сауне температура может достигать до 120, до 130 градусов. Для экстремалов они могут делать и выше себя. При такой температуре не может быть влажности. Если там будет большая влажность, больше, чем 10%, это будет, ну, скажем так, никто не выдержит. Ожоги будут? Ожоги будут. Поэтому и такая баня у нас тоже есть. То есть для экстремалов, некоторые даже уж суперэкстремалы, они идут в такую баню, в сухую. И у нас есть возможность туда еще дополнительно лить воду. И это экстра горячая баня, усиленная еще инфракрасными нагревателями для глубокого прогрева. То есть любой экстремал может получить полный набор удовольствия в этой бане. И третий вид бани, скажем так, это парная, русская, настоящая русская парная, где температура варьируется где-то от 85 до 90 градусов. Максимум 100 градусов – это уже жарко, нужно уже регулировать тогда снижением влажности. Но при температуре где-то 85 градусов и влажности где-то 30 процентов, 40 процентов, получается великолепный эффект именно такой настоящей русской парной бани. И люди, которые выходят из этих двух бань, если сравнить их, из финской, из сухой бани, люди выходят потные, такие все взъерошенные, то есть разгоряченные, взъерошенные. Из русской парилки люди выходят красные. То есть тело красное, поры раскрыты. То есть именно пропаренное тело. И после этого, конечно, у нас есть еще великолепная, скажем так, возможность окунуться в настоящий ледяной бассейн. Какая там температура? Температура этого бассейна поддерживается специальным оборудованием до температуры воды подо льдом. Это почти 7 градусов. Инфракрасная баня Инфракрасная баня – это очень специфическая баня. Я называю это как бы personal hygienist device. То есть это баня индивидуально-лечебного пользования. Значит, как эта баня вообще работает? Когда мы входим в жаркую парную или сухую сауну, то мы входим, условно говоря, в 100 градусов. То есть моментально поры открываются, пот начинает выступать, пульс начинается повышать, лезет вверх, и дыхание учащается. Через несколько минут, 5-10-15 минут тебе надо выйти, передохнуть, чтобы, так сказать, привести себя в порядок и не упасть в оморок, во всяком случае, от перегрева. Пот – это система защиты, система охлаждения нашего организма. Когда мы потеем, пот не дает теплу войти внутрь нашего тела. Чем жарче – больше пота. В таком случае… А инфраред – это совершенно другого типа баня. Температура там держится от 40 градусов до 55, где-то в этом диапазоне. Если жарко, можно приоткрыть дверь. И самая изюминка в этой бане, что нельзя дать организму потеть сразу. Инфракрасная баня, она сделана для того, чтобы человек прогрелся до костей, прогрелись мышцы, прогрелся весь организм. И когда уже температура тела начала повышаться до 37 градусов, как при температуре, да, при воспалительных процессах каких-то, значит, тогда человек начинает потеть все равно. И она очень эффективная, она очень мощная, эта баня. Но там надо сидеть долго, где-то 20-30 минут. Очень часто в Канаде, например, эту баню, и в Америке, и в Канаде, эту баню используют как detoxification, это очищение, то есть система очищения организма. Очень эффективна при простудах, при воспалении легких. Это как горчичник работает. То есть эта баня, она, ну, повышает иммунитет, она включает все защитные силы организма, очень сильно идет потоотделение, до полутора килограмм пота за один час в этой бане можно потерять, но этот эффект надо дождаться. Вот эта разноплановость, она привлекает сюда и канадцев тоже. То есть сейчас очень много людей, которые никогда раньше не парились. Индусы, канадцы, афроамериканцы, они все сюда заходят с большим интересом, я провожу экскурсии, и они начинают пробовать, и один раз попробовав, особенно когда после парной русской парилки, настоящей с венечком, тебя обольют еще из ведра водой холодной. И человек совершенно проникается русским духом и становится нашим посетителем постоянно. Вот такой, это вот вариант сухой парной, сухой сауны. Вот это вот стим. А-а-а, турецкая банька. Вот здесь вот, здесь эккалипт и пар, и поэтому раз тут здесь пар, здесь нельзя высокую температуру держать. Это ошибка многих парней, кстати. Когда они держат здесь температуру 60 или 70, то очень немногие могут туда зайти, потому что обжигает и сиденье в воде. Здесь вот такой вот достаточно приятный... Знаете, как над картошкой раньше сидели. Помнишь, да, над картошкой сидишь и выпариваешь всю эту... Вот это вот, да, хорошее аналог. Вот это наша специфическая банка инфракрасная, в которой идет глубокий прогрев. И при разнице между этими двумя банями, то, что здесь не накружается сердце, легко дышится, и человек может даже открыть дверь, если ему, так сказать, жарковато, и добиться все-таки этого эффекта, просидев целый час. Березовый венечек и дубовый. Ага, березовый и дубовый. Напоминаю, мы находимся с вами в Владимирской банях. Продолжается программа «Один из нас». Один из нас – это Володя, один из нас – это Володя, один из нас – это Володя. Владимирские бани. Волоник. Ох, что? Это было не очень хорошее полотенце, Володь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова